Радио НВ Радио НВ Радио НВ Радио НВ То есть это существовало всегда, возможно, еще с времен древних войн, Египта, Шумера и так далее. Только разница в том, что сегодня современные технологии, медийные технологии и технологии связи позволяют это дело поставить на поток, так сказать. То есть мобилизация людей, возможность этих людей с одной точки в другую точку, передислокация, и в том числе возможность заметать следы с помощью технологий современных, это ставит совсем на другой уровень. То есть если когда-то какие-нибудь вольные стрелки, король должен был заключить с ними сначала пакт где-то, они должны были действовать, потом можно было, надо было связаться с ними, дать какие-то указания. Они в том числе могли также предать, если кто-то им переплатил больше денег, и уйти к какому-нибудь другому там королю, барону, монарху, феодалу и так далее. И все это могло занимать долгое время, в том числе, если их где-то, допустим, вычислили, окружили, уничтожили, то они их уничтожили. Сегодня технологии позволяют моментально этих людей собрать вместе, анонимно или под видом каких-нибудь, например, охранных фирм. Шахтеров и трактористов. Или это в лучшем случае охранных фирм, а в лучшем случае вообще каких-нибудь водопроводчиков, шахтеров, каких-нибудь людей, которые инфраструктурой занимаются, передислоцировать куда-нибудь, они делают свое дело и так же быстро их свертывают и убирают, заметая все следы информационном поле в том числе и так далее. Или создавать информационный путь, шум. Например, если у тебя работает одна частная такая военная компания, ты вбрасываешь в СМИ от тысячи военных компаний. И журналисты, и независимые расследователи путаются в этой всей информационном шуме, во всей этой информации, и не могут создавать информацию конкретно о тех людях, которых тебя интересует. В убийстве, как убийство с Джамалем и журналистами было, или, например, события в Сирии, или события в Украине и так далее. — Скажи мне, пожалуйста, зачем вообще нужны частные военные компании, когда есть армии, когда есть в этих армиях спецподразделения, в том числе какие-нибудь секретные спецподразделения, диверсионные, разведывательные и так далее? Зачем? Ну, то есть, по большому счету, это получается, ну, они же копируют армейские функции, эти люди. Или нет? Или они выполняют те задачи, которые обычная армия, обычные привычные нам спецслужбы не могут, не в состоянии решить? — Ну, это очевидно, очевидный довольно здесь ответ. Это очень удобный инструмент, там, где суверенное государство не хочет оставить следы. Если мы посмотрим ЦАР, например, в Африке, — Центральная Африканская Республика. — Да, Центральная Африканская Республика, то мы увидим, что Россия находится там официально по приглашению одного из действующих там президентов, одна из группировок центральных, таких основных, там много группировок на самом деле действует, из возможных генералов местного уровня и князьков. Так вот, Россия там действует официально по приглашению, но как консультирующая сила. То есть, она не может там использовать никакие вооруженные силы, ничего подобного. То есть, но находиться в стране, где у легитимной, признанной власти фактически не существует вооруженных сил, нужно какие-то свои вооруженные силы, которые будут в конечном итоге навязывать там свою политическую волю и политическую волю России. Что мы можем сделать в таком случае? Это послать туда людей, которые официально не являются военными специалистами. Или они являются как военными специалистами, но только консультантами. Но в случае с ЧВК, между консультантами и конкретно боевиками, или конкретно силовиками, которые обеспечивают силовое охранение чего-либо, или занятие территорией какой-либо, или устранение неугодных людей и так далее, ну, она очень тонкая эта грань. В конечном итоге, фактически все ЧВК, они обязательно только российские, но и вообще в мире, где знаменитые академии в бывшем Blackwater, и израильские ЧВК и так далее, они никогда не пишут, что они маленькие армии. Они пишут, что основная их цель и деятельность — это консультация или предоставление услуг. А вот дальше уже какие именно услуги, это уже рассматривается с... Смотри, ты на интересную мысль натолкнул меня. Смотри, ты рассказал о том, зачем присутствует в Центральной Африканской Республике частная военная компания, потому что туда могли позвать... Одна из признанных или там частично признанных группировок правительственных смогла позвать россиян только в качестве советников, а уж вслед за советниками приехали неофициальные ребята. Но вот смотри, на территории Донбасса, например, никто официально не звал и позвать не мог. Ни советников, ни армии, ни так далее. А никого бы там еще не было из соседнего государства. Но там присутствует и армия, и частные военные компании, не имея на то никакого права, не имея на то никакого законного основания. Как так вышло? Не, ну вообще и Донбасс, и все, что связано с ресурсовым россиян, там такой секрет по Лишинели, все абсолютно знают об этом. Если ты посмотришь на все крупные аналитические какие-нибудь конторы, например, США, а, например, такие, как Институт изучения войны, один из крупнейших, который возглавляют бывшие выходцы еще из Вестпоинта, высокопоставленные офицеры США. То есть там не рассматривается это как версия, это рассматривается, что вот есть первый, второй корпуса, Донецк и Луганский. Эти корпуса пророссийские, там работают российские специалисты, военспеции, регулярные дивизы, которые находятся на границе, так или иначе, координируют свои действия с этими корпусами. То есть не рассматривается как какая-то из версий. Плюс есть вообще в 2014 году были натовские снимки пересечения границы. Ведь речь идет не о ЧВК, а о регулярных... То есть все прекрасно знают, что присутствуют тысячи регулярных, тысячи штатных солдат и офицеров российской армии. Сейчас избегают цифр, потому что они могут в конечном итоге оказаться спекулятивными. То есть серьезная контора, для него есть огромная разница между двумя тысячами и пятью тысячами. И два и пять, это большие цифры. И тут речь идет и тут речь идет о тысячах. Но серьезные конторы не будут подписываться. Поэтому подписываться под действительно тем, что существуют корпуса, существует российское управление, командование. Есть россияне, которые туда ездят, это тоже известный факт. Есть какие-то частные расследования. Есть, как я уже говорил, спутниковые снимки 2014 года. Так вот смотри, вот есть эти два армейских корпуса. Ни для кого не секрет. Москва продолжает делать вид, что это там какие-то шахтеры, трактористы, отпускники и так далее. А зачем к этим двум корпусам штатных военных нужны еще и частные военные компании, которые... Какие задачи они там решают? У них перед ними стоят разные задачи. Перед этими армейскими корпусами и перед ЧВК, той же ЧВК Вагнера, на Донбассе стоят разные задачи? Да, на самом деле ЧВК могут делать сколько ни грязную работу, а какую-нибудь такую работу, которая не хотелось бы этому государству, чтобы там засветилась, ее регулярные силы там засветились. Например, постройка инфраструктуры. Например, оборонительная инфраструктура, которая создавалась на Донбассе. Скорее всего, это делали так или иначе люди, связанные с ЧВК, или координировали, или командовали. В учебках, где обучаются бойцы от этих вот корпусов, первые и вторые корпуса армейские. Руководство и инструктора, скорее всего, из ЧВК. Во-первых, это не тот уровень, где хотелось бы, скажем, Кремлю рисковать жизнью своих офицеров и специалистов. Во-вторых, офицеров и специалистов есть где занять, ну скажем так. То есть есть регулярные дивизии развернутые, где работают штабы на границе. Там постоянно есть ротация техники и людей. То есть зачем посылать молодого перспективного лейтенанта или капитана командовать какой-нибудь обычной учебкой, если ему послать людей из частной военной компании, которые будут этим заниматься. Если он может сидеть и обучаться в работе в регулярной части, потому что в конечном итоге его работа, его служба будет в регулярной части, а не с какими-то квази-такими парамилитарными формированиями. А вот те, кто находится в квази-парамилитарных формированиях изначально, их используют как такой одноразовый инструмент. То есть они пришли, сделали, ушли. И это удобно, чем брать регулярного офицера и посылать его непонятно кем заниматься, непонятно чем. И люди соглашаются идти в наемники выполнять вот как раз те самые задачи, которые не очень хочет выполнять официально. Даже самое людоедское государство. Наемничество на самом деле очень древнее явление. И да, бывают люди, которые не могут найти себя вне военной профессии, назовем это так, стези. А плюс тут еще как бы платят деньги. То есть человек занимается, и единственное дело, которое у него получается, плюс получаются это деньги. То есть приятное с полезным, назовем это так, да, цинично будем говорить. Но это на самом деле страна, только одна сторона медали. Вторая сторона медали, потому что вот по Сирии мы можем видеть, есть, бывают и идейные, назовем это так, идейные сторонники, скажем, русского мира. Был случай, когда в Сирии был убит, погиб сторонник в прошлом НБП, лимоновцев в России. И он вот служил в ЧВК, до этого служил, был даже на Донбассе побывал и так далее. Так он погиб. Есть записи с ним, то ли интервью, то ли где он просто выступает. И он там выступает, да, сторонник русского мира, сторонник русской весны, распространения всех идей и так далее. То есть для него получается и военка, и оплата, и плюс еще и идея. То есть человек действительно идейный, русскомирец оказался. И такие тоже могут быть. Ну почему нет? То есть есть же сторонники всевозможных идей на свете. Это люди, которые, для них это действительно важно, распространение русского мира, русской идеи в том понимании, как они это понимают. Что бы это ни было. Но часто вообще любые военные компании, они держатся на деньгах и денежном обеспечении, финансировании. Скажи мне, пожалуйста, вот те, кто отправляются самостоятельно, не потому что их из военкомата отправили, а потому что сами вызвались убивать украинцев на территории Донбасса. Это как раз в первую очередь за деньги или это те как раз, кто обработаны телевизором и верят, что кого-то там спасают? Я думаю, в 2014 году действительно было огромное количество обработанных, те, кто действительно верили во всю эту русскую весну. Было такое представление огромное, что Донбасс будет присоединен за Крымом. То есть, я уверен, что если бы изначально было известно, что этих людей кинут, Россия кинет этих людей, то количество желающих было бы поменьше. То есть, Крым тут оказался триггером очень важным. То есть, говоря о Донбассе, нельзя не говорить о Крыме, о оккупации, аннексии Крыма. Мы поговорим об оккупации, об аннексии Крыма, о том, принимали ли участие в этой оккупации частные военные компании сразу после рекламы и новостей. Итак, Крым, 2014 год. Вдруг появляются какие-то люди в форме российского образца с российским вооружением, на российской технике, но без опознавательных знаков, которые бы позволили бы человеку, незнакомому с вооружением и формой Российской Федерации, однозначно определить этих людей как военнослужащих из России. Кто были эти люди? Это были кадровые военные, это были наемники, которые вот-вот внезапно были взяты для того, чтобы отправить их туда, поближе к Крыму, для того, чтобы осуществить эту оккупацию. Или это были те самые люди из частных военных компаний? Ну, во-первых, это было не внезапно в Крыму, то есть планы, так или иначе, оккупации и аннексии Крыма, они вынашивались давно. Это хорошо известно, например, о политике, которая проводилась в Крыму, например, всевозможные пророссийские группировки, например, как байкеры и ночные волки, которые еще в 2012, 2013, 2011 году, то есть там так или иначе все подминалось под них, вся инфраструктура, байкерская, а потом клубы и так далее. И там даже не скрывалось, что это все делается для того, что рано или поздно Крым должен будет вернуться в гавань и так далее, российскую. А если мы говорим о зеленых человечках, нет, это не ЧВК, это регулярные силы, то есть это потом уже сегодня тоже такой секрет Поли Шанеля, как бы есть дембеля, которые, как бы, если интервью у них берут, российские дембеля, и они говорят, ну, да, где-то я был один из этих человечков зеленых, то это военнослужащие силы специальных операций или регулярные части, российская армия и морская пехота и так далее. То есть кадровые военные только без знаков различия и без символики армии российской. То есть тогда Кремлю еще не надо было прятаться за частными военными компаниями, не надо было выдумывать каких-то там шахтеров и трактористов для того, чтобы хотя бы попытаться скрыть свое участие в совершении преступления. Почему же потом эта тактика была изменена? Дело в том, что если Крым все-таки была очень спланированная операцией, они там даже медали чеканились за возвращение Крыма и так далее, то Донбасс во многом, это такая довольно ограниченная война, которая там произошла, которая сегодня там идет, это такой довольно неспланированный сценарий. То есть много чего было непонятным. Понятное дело, что были пророссийские силы, там были эти спортивные клубы с пророссийскими бизнесменами и так далее, которые оказались двигателем в 2014 году изначально пророссийских сепаратистов. То есть это все было. Но не было какого-то именно четкого плана, какие именно территории будут взяты под контроль, будут ли это организованы какие-то республики в том или ином формате, отдельные республики или Новороссия так называемая, будет ли это аннексировано и аннексировано, референдум, не референдум, голосование, не голосование. Вот это все очень спонтанное. Плюс неизвестны были реакции Украины, ну, например, добровольческое движение, добробаты, которые поднялись, в том числе жители Востока и этих регионов, которые пошли возвращать свой дом обратно банально. То есть это все тоже нельзя было никак прогнозировать. То есть если, ну, Крым был более четко структурирован, как бы спланирован, это, в том числе, обуславливает, потому что там были задействованы именно регулярные силы, в первую очередь. А на гражданском уровне использовались вот такие вот, как ночные волки, где-то такие гражданские структуры, ну, абсолютно лояльные Кремлю напрямую, ну, например, в тех же ночных волках, лидеры-хирург, так называемые, он, в сожалению, ну, там, рычкается с Путиным и так далее. То есть структуры не просто пророссийские, а напрямую подчиненные Кремлю. То на Донбассе, так как было все хаотичнее, там, где хаотично, там можно использовать инструменты любого, как бы, калибра, в том числе и частной военной компании. Это одна причина. Вторая причина. После того, как Запад повернулся к России с санкциями и не признал аннексии Крыма, было понятно, что, видимо, так топорно действовать, как в Крыму, ну, просто взяли, захватили и аннексировали. Банально. То есть регулярные части захватили инфраструктуру аэропорта, магистрали, дороги, въезды, выезды, плюс окружили украинские военные базы, разоружили их. То есть очень так топорный захват именно военные. То здесь уже оказалось, что надо как бы попробовать это все вести в русло народной войны, якобы. Действительно, народ Донбасса восстал. А там, где народ Донбасса восстал, там ты будешь стараться, если ты заинтересован в таком нарративе, ты будешь стараться как можно меньше использовать регулярные силы свои. И больше использовать таких каких-то ноунеймов, как бы каких-то человечков непонятных, и зеленых, и серых, и серобуромалиновых, и частной военной компании, и каких-то псевдопатриотов, и даже до всяких нацболов, и ультраправые там поехали, и всякие там эти вот сторонники русского мира, и сталинисты туда поехали, и там сторонники возрождения Советского Союза. А это была какая-то централизованная акция по набору самых разных людей в частной военной компании? Или эти компании уже существовали? Эти компании существовали. Уже были укомплектованы разными людьми? Эти компании существовали, и были с ними случаи с СЭСой в той же Сирии в 13-м году еще, до событий в Украине. То есть, когда уже была война в Сирии происходила. Так называемая частная военная компания Вагнера, это же как бы медийное название, да? То есть, ну, есть исследование интересное турецкое о том, что Уткин, который называют Вагнером, он как бы вообще здесь ни при чем, грубо говоря. То есть, на самом деле, те, кто возглавляют и двигают им за нитки, они, ну, совсем другие люди. То есть, это больше такое, ну, медийное название. И это же не единственная компания. Был так называемый, как он назывался, славянский какой-то там, то ли, союз, или что-то такое, который вот действовал еще до майдановских времен. И в 17-м, то ли, в 18-м году лидеров этого ЧВК в России осудили, якобы, за наемничество и так далее. Ну, только лидеров, куда делись рядовые ЧВКшники непонятно, да? В какую другую они перешли компанию. Но как бы сам же Путин не скрывал, что в частных охранных компаниях работает миллион человек в России. Миллион. Ну, это Путин говорит. Ну, а охранник — это пузатый человек, который сидит на выходе из супермаркета? Нет, тут есть нюансы. Частные военные компании в России запрещены законом. То есть, наемничество, оно наказывается. Но частные охранные компании разрешены, они регламентируются, это прописано очень четко в законе. И все эти компании, так называемые, они идут под пунктом как раз частных охранных компаний. Но охранные, может быть, сегодня охранная компания — это вот они предоставляют человека, который пузатый сидит где-нибудь, на входе в супермаркет. А может быть, это будут какие-нибудь туристы, водопроводчики, которые поедут в Сирию помогать Башару Асаду водопроводам налаживать между городами. Это удобно очень. Если надо, как вот этот славянский, сейчас не вспомню, как он называется, ЧВК, можно предать их суду. А можно не предать. Можно, как это было, когда американцы тогда авиаударами уничтожили до 200 бойцов частных компаний. Это в Сирии. Да, в Сирии под Дейр-Зором. Был случай, когда они попытались выдвинуться и занять нефтеперерабатывающий завод. Официально Москва заявила что-то там о пяти погибших. Именно водопроводчиков. Что делали водопроводчики на самом как бы там фронте. Это же хороший вопрос. Но очень удобно, потому что эти люди там неофициально. И так или иначе кто-то погиб. Вот, кстати, а можно ли называть сотрудниками частных военных компаний тех, кто по документам числятся, ну там, действительно, подрядчиком какой-нибудь фирмы, которые занимаются строительством. Ведь это же, ну то есть частная военная компания, она же получает лицензию, у нее же там есть какие-то специальные центры обучения. Люди не скрывают того, что я просто по своему опыту говорю, я потом чуть позже об этом расскажу. Я наблюдал самые разные частные военные компании. А вот в ситуации, когда Россия действительно под видом механиков отправляет хорошо вооруженных людей, прошедших обучение, часто с каким-то серьезным военным опытом, отправляет убивать людей в Сирию или в Украину или. Может быть, мы здесь неправильно используем определение частной военной компании. Может быть, здесь стоило бы подыскать какое-то другое определение, которое бы указывало на то, что это не военная компания, что это там, я не знаю, пираты, что это мародеры, что это там кто-то еще. Я думаю, если мы будем использовать такие дефиниции, как пираты, мародеры и так далее, то мы снимаем это с Россией, потому что сама Россия может сказать, ну действительно какие-то пираты, давайте их покараем все вместе. Все вместе проведем им какую-нибудь, не знаю, там, контртеррористическую операцию против этих пиратов. Потому что как раз пиратство, ну это известное явление, ну есть вот на берегах Африки пираты, которые действительно промышляют тем, что не смеется пиратством. И в том числе бандиты, мародеры, неподконтрольные группировки, все это существует. И это есть. Когда мы говорим частная военная компания, мы говорим, да, это вот люди из России. И тут можно уже рассматривать это со всех сторон, в том числе правовое поле, у вас запрещены частные военные компании, что эти люди здесь делают. То есть если мы даже какой-нибудь там такой прямо ультралиберал, все-таки пророссийский а-ля Навальный из России, да, мы можем, он может сказать, например, вот, что делают наемники, наемничество, да, в России, где-то там убивают, то есть наши граждане россияне убивают украинцев или убивают сирийцев, когда это все запрещено, все законами и так далее. То есть страна ведет себя по-бандитски. То есть рассматривая даже через правовое поле, это туда все идет нам для маневра, как бы пространства. А если мы говорим, что какие-то пираты, и тогда Россия вообще может снимать ответственность, ну да, какие-то пираты, как бы пиратов много в мире. Скажи мне, пожалуйста, как попадают люди в частные военные компании? Кто попадает вот в те самые группировки, которые потом отправляются грабить Донецк, Луганский и их окрестность? Как правило, это люди, которые так или иначе прошли военную службу по контракту или срочно, или как добровольцами, ушли в гражданскую жизнь, но не нашли себя на гражданской жизни. То есть это те люди, которые уже попадали в армию, как призывники? Как правило, это люди, которые уже имеют воевый опыт. Кто занимается их отбором? Это через, если мы говорим о тех людях, которые отправляются на Донбасс, кто занимается их отбором? Это официальные какие-то военкоматы, какие-то структуры, связанные с Министерством обороны, я не знаю, с ФСБ, с МВД и так далее? Или это какие-то люди, которые официально никак не связаны с силовыми структурами? Как правило, вообще частные военные компании возглавляют офицеры, старшие, высокопоставленные офицеры, бывшие, которые закончили службу или в силовых ведомствах, или в армии вообще. Это не только в России, это всюду. То есть если ты посмотришь на частные военные компании по миру, то на верхушке ты всегда увидишь бывших офицеров, полковников, генералов и так далее. Но вот формальным главой ЧВК Вагнера, если мы о ней говорим, является этот самый Вагнер. Это не настоящая его фамилия, его настоящая фамилия Уткин. Вагнером его прозвали за его любовь к эстетике Третьего Рейха и так далее. Кто и как осуществляет взаимодействие вот этих самых высших офицеров, типа Уткина, я не знаю, с башнями Кремля? Они напрямую друг с другом взаимодействуют? Опять, если мы допускаем, что Уткин действительно возглавляет Вагнера, мы увидим, что на приеме у Путина вот он засветился. То есть, связь с Кремлем прямая происходит. Если мы говорим про Россию. Учитывая, что в России все государство очень централизовано и все в конечном итоге приходит в Кремль, все решения так или иначе исходят из Кремля, то почему это должно обходить стороной и частной военной компанией? То есть, частная военная компания по большому счету является такой же силовой структурой Кремля, как и Минобороны, как ФСБ, как МВД и все прочее? Да, только который никак не регламентируется, не подчиняется российскому законодательству, потому что наемничество и частной военной компании запрещены. Которая даже не должна делать вид, что действует в рамках каких-то международных обязательств, законодательства, вообще здравого смысла. Если они будут не нужны, их просто уберут. То есть, если они будут не нужны, перейдут где-то к красную черту, станут действительно неудобными для международной политики, их просто легко можно будет убрать. Они не дают присягу, они, фактически, их лояльность буквально только покупается, ничем другим не обеспечена, никакой там верности. Дают ли они формальную присягу как вооруженную? Нет, конечно нет. Но, возможно, какие-то свои там присяги есть, и свой кодекс наемнический. Но именно в плане формальной работы в правовом поле суверенного государства нет, конечно. Мы должны прерваться еще раз. Подошло время следующего перерыва на новости и рекламу. Вернемся через несколько минут, продолжим разговор с моим гостем. Напомню, сегодня Игаль Левин в гостях на радио НВ. Игаль Левин гост сегодняшнего эфира, сооснователь Центра изучения павстанических движений, офицер армии обороны Израиля. Я вот сейчас, вот прямо вот сейчас, пока был перерыв на новости рекламу, просто в гугле вбил ЧВК Вагнера, я могу тебе рассказать, какие дальше предлагает продолжение гугл. На первом номере идет Сирия Разгром, под вторым номером идет «Как попасть», третий номер ЧВК Вагнера «Вакансии». Я так понимаю, что очень и очень популярна, по крайней мере, среди россиян вот такая служба, если это можно назвать службой, в наемнических структурах. Иначе почему вдруг гугл сам предлагает такие варианты, как попасть и вакансии? Ну вот Путин в 2018 году озвучил уже цифру в миллион человек. Так. Предположим, что это уменьшенная цифра. Предположим, что это официально цифра частных охранных компаний, а сколько еще военных компаний умножаем, добавляем. То есть, понятное дело, что это не полтора землекопа. Скажи мне, пожалуйста, сколько в мире людей, можно хотя бы приблизительно оценить, сколько в мире людей сейчас, вот в данный конкретный момент, проходят службы в частных военных компаниях? Нет, мы такие цифры назвать не можем, это такое довольно серое пятно. Потому что разница может быть между тысячей и десятью тысячами. То есть, когда мы говорим конкретную контору, между сотней специалистов и пять сотен специалистов. Очень серые пятно. Например, соберем израильскую частную военную компанию, одну из, Defensive Shield, генерала Галь Иршна. Извини, давайте сразу скажем, в отличие от России, где все эти частные военные компании, это по большому счету наемники и по закону они вообще запрещены, в Израиле. Я правильно понимаю, частные военные компании, это компании, которые получают лицензии на свои? Нет, нет. Нет? Нет, они также запрещены. Также запрещены? Да, в Израиле вообще нельзя делать никаких силовых структур, помимо самой израильской армии. Эти компании зарегистрированы не в Израиле, естественно. Они доставляют услуги не внутри Израиля. Это просто граждане Израиля? Да, бывшие военные. Так. То есть, наемничество в Израиле, естественно, тоже запрещено, как и в многих странах это часто бывает, но это тоже такой секрет Поли Шинеля. То есть, все знают, что Галя Иршин занимается консальтингом военным и предоставлением военных услуг. Если заходим на его сайт Defensive Shield, там даже можно увидеть, какие услуги они предлагают и что там служат израильские офицеры. В том числе, известно, что они тренировали, например, грузинскую армию в начале грузинской войны 2008 года. И сколько людей работает у Галя Ирша, не назовет никто даже в своем Израиле. ЧВК выполняет задание государству или, я не знаю, какой-нибудь условный наркобарон, какой-нибудь Эль Чапо или человек, пытающийся там провернуть переворот где-нибудь в Центральной Америке. Может обратиться к частной военной компании на свои деньги нанять этих людей для каких-то преступных целей. частной военной компании вообще создаются для предоставления услуг таким вот баронам Эль Чапо всевозможным. Но это политический вопрос. То есть, если, например, противники Израиля, радикальные противники Израиля, говорят, что Израиль делает грязные дела с помощью таких ЧВК, в том числе Галя Ирша, что Израиль знал, что его люди там тренируют грузинскую армию, например. Сторонники Израиля скажут, что это Галя Ирш, его личная инициатива, генерал Бунтарь, который покинул страну, сейчас он уже вернулся обратно в Израиль, занимается своим бизнесом военным и так далее. То есть, вопрос политический, потому что это никак не регламентируется в самом государстве, и никто тебе тут не даст точного ответа какого-то объективного. Я в своей журналистской работе два раза сталкивался с частными военными компаниями. Один раз это была американская частная военная компания. Академия? Я, ей-богу, не буду говорить, что это была за компания, могу рассказать, какова ее была роль. Это были бойцы, тяжело вооруженные, с максимальной, мне кажется, защитой, нательной на них, которые занимались охраной американской военной базы. То есть, частники охраняли военных, находившихся там за стенами базы. Эти самые частники, я так понимаю, должны были взять на себя всю там опасность возможного нападения, возможного удара. А вот как раз военнослужащие, штатные служащие вооруженных сил США, под их защитой, находясь, время от времени выходили с территории этой базы, выполняя какие-то там конкретные, точечные, разовые задания. Это вот мое первое впечатление было от частной военной кампании, это были американцы. Второй раз я столкнулся с частной военной кампанией, даже, ей-богу, не знаю название этой кампании, это были сербы, которые воевали в Сирии на стороне армии Башара Асада, где-то в горах воевали против повстанцев, время от времени, там раз в две недели, условно говоря, раз в 10 дней спускали с этих гор за добавкой патроновой водки и возвращались значит назад. Я увидел насколько разный подход у разных частных военных компаний. Одна занимается исключительно охраной и больше ничего не делает. Вот это бойцы, которые, да, это охрана, они охранники, но это суперспецы в этой охране, а вторые, ну вот настоящий наемник, это вот убийцы, которые отправляются куда-то в горы, воюют, окапываются, неделями сидят где-то в каких-то окопах, забрасывают противника гранатами и там обстреливают из всех доступных видов оружия. Есть еще какие-то виды частных военных компаний? Может быть какие-то еще задачи выполняют такого рода структуры? Вообще в первую очередь частные военные компании предоставляют кучу услуг, о которых мы не слышим и не знаем. Ну например это вот охрана каких-нибудь танкеров, которые везут грузы, которые подвергаются нападениям пиратов. И ну вот они попадают в СМИ, то есть это довольно рутинная работа, то есть плывет танкер, на котором там небольшой экипаж на самом деле у этого танкера, это легкая добыча для как-нибудь лодочек с пиратами. Те какие-нибудь концерны, фирмы, которые занимаются этими перевозками могут нанять частную компанию, чтобы там были вооруженные люди на этом танкере, например. Пишут ли об этом СМИ? Нет, это рутинная довольно вещь. И частникам военных компаний и скажем так 90% их работы это вот занять вот такими вот вещами. Другое дело в том, что так как это вооруженные люди, профессионалы, бывшие военные, квазимилитарные структуры, их удобно использовать и не только для охраны каких-нибудь танкеров. Не говоря уже о том, что сами танкеры это естественно экономические потоки в интересах одних структур против других структур. И это тоже как бы большой вопрос, куда какие танкеры идут, особенно сейчас вот эта танкерная война, которая начинается вот с Ираном там. В Армуйском проливе. Ну да, да, где-то вот это очень ярко характеризует. Это поле действия для частных войн и компаний, перспективное. А может быть, они уже там действуют. Я даже почти уверен, что скорее всего действуют. Вот. Если мы говорим сейчас о том, как действует, вот ты видел американская частная война компания или вот те, которые на стороне Башара Асада. Дело в том, что Запад, ну США в первую очередь, им очень важно не терять свою репутацию на мировой арене. Поэтому, если, например, конфликт в Сирии, он хочет в него мешаться, он запустит максимально все дипломатические свои возможности, чтобы найти в себе там союзников, как курды. Он же пытался сначала найти союзников среди умеренных исламистов, но у него это не получалось никак. Известно, что там целые группировки переходили на сторону ИГИЛ, например. А в конечном итоге он нашел союзников в лице курдов. И курды выступают фактически вот такими вот здесь, ну, теми людьми, кто в конечном итоге возгонят флаг на поле боя. А суппорт поддерживают эти курдские силы, например, американские специальные силы, которые действуют нам официально. То есть, Америка не скрывает, что до недавнего времени там было 2000, сейчас чуть меньше солдат. Ну, это регулярные войска, США с символикой, флагами США. Скажи мне, пожалуйста, вот те бойцы, которые вот как раз официально, например, в американских ЧВК проходят службы, они же, у них же есть статус, они получают пенсию, они наверняка имеют какие-то льготы и так далее. Но вот недавно была история как раз с людьми, которые убивали украинцев, убивали сирийцев, эти самые ЧВК Вагнера, они же подавали чуть ли не европейские, в не европейский суд иск с требованием признать себя ветеранами. Это нормальная практика? То есть, это имеет какие-то прецеденты в истории? Да я бы не сказал на самом деле. Вообще, все, что связано с Россией на международной арене, это всегда такая вот серая зона, потому что Россия по сравнению со странами Запада или США, особенно в военном плане, бесконечно слаба. Ну, то есть, если мы смотрим военный бюджет США и России, их вообще не сравнить. Это наталкивает Россию на объективное использование кучи грязных так называемых и не самых честных методов. То есть, если это в той же Америке, зачем посылать к тех же академии, да, ЧВК в Сирию, если можно послать своих морпехов и заключить союз с курдами и просто закидав их оружием, просто набивая их оружием всевозможным самым лучшим, начиная от конвертопланов каким-нибудь Оспрой до этих джавелинов. То есть, все самое передовое. Зачем туда послать каких-то ЧВК, которые это только потом на международной арене может создать какие-то излишние неудобные очень моменты, то у России и финансовые возможности, и дипломатические возможности намного более ограничены, намного в разы. Это нато локает на то, что они используют частные военные компании, и с этим связаны всевозможные казусы. В том числе, я не удивлюсь, если ЧВКшники так или иначе будут пытаться найти себе возможность скрыться от России, кто захочет их убрать, или найти себе какую-нибудь дипломатическую защиту. Вот я вспомнил Славянский корпус назывался. Славянский корпус, который показушно покарали в России. Люди могут задумываться, сегодня Славянский корпус покарали, а завтра так называемый Вагнера человека покарают, или какие-нибудь другие охраны, охранные фирмы частные. Поэтому, возможно, это с этим связано. Все, что просто все действует, любая деятельность России на международной арене, она часто с серой такой вот зоной, очень неточной. У нас не очень много времени осталось, чуть больше минуты, хотел тебя спросить, а есть ли вообще в перспективе какой-нибудь шанс на то, что частные военные компании со временем заменят армии? Вот если посмотреть, например, там еще 50 лет назад отправлять грузы, тем более людей в космос, могли только государство. Сейчас уже частники с этим справляются лучше, чем даже самые богатые государства. Может быть, и с армиями так произойдет со временем? Возможно. И существует такое мнение, действительно, это вполне возможно. Все зависит от того, что из себя будет представлять суверенное государство в 21 веке. То есть регулярная армия напрямую связана с институтом государства. Если институт государства трансформируется или как-то отомрет, или как-то изменит свои формы, до того состояния, что частные военные компании станут сильнее, влиятельнее или выгоднее, чем регулярные силы, то такое вполне вероятно. То есть будущее частной военной компании напрямую зависит от будущего института государства, которое трансформируется и изменяется. То есть пока будут государства, будут и государственные армии. Конечно. Не станет государство привычным нам понимание этих практически. Идут и новые формы войны, и в том числе частные военные компании смогут обрести намного более существенную и крупную силу. Спасибо тебе большое, Игорь, за подробный рассказ, спасибо за объяснение. Напомню еще раз, Игорь Левин был гостем сегодняшней программы «Мое слово», сооснователь Центра изучения повстанческих движений, офицер армии обороны Израиля. Ну а мы на этом прощаемся. Всего доброго. Счастливо. Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин